В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. В Ленинском округе, как и по всей стране, продолжается перепись населения. У каждого переписчика есть планшет, у каждого переписчика есть обмундирование, то есть форма специальная. Минздрав России одобрил одновременное введение вакцин от коронавируса и гриппа. Единственный момент, который необходимо выполнять, это инъекция в две разные руки. При ТПП муниципалитета открылось кадровое агентство. Мы, в общем-то, долго к этому шли и на сегодняшний момент созрели к тому, чтобы открыть на базе ТПП кадровое агентство, которое будет заниматься трудоустройством жителей Ленинского городского округа. Один из способов участия во всероссийской переписи населения – прийти на стационарный участок. В Ленинском округе работают более 60 таких пунктов. На одном из них, который расположен в Видновской детской школе искусств, побывала наша съемочная группа. Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Принять участие в ней можно на дому, через госуслуги, в МФЦ или на стационарных участках. Жительница микрорайона «Солнечный» Светлана Майорова решила самостоятельно прийти на переписной пункт, который расположен в Видновской детской школе искусств. Мне привожу ребенка, он занимается здесь у нас на фортепьяно, и мне удобно подойти на пункт. Меня устраивает такой формат переписи, мне удобно. Это не занимает много времени, отсела 15 минут. Вопросы все понятные. Переписной пункт в школе искусств организован специально для жителей микрорайона «Солнечный». Но прийти сюда может любой желающий, не обязательно проживающий по адресам, прикрепленным к участку. Хорошее впечатление. Все очень внимательно. Все спросили, все мы рассказали. Для нас удобно так. Просто по возрасту нам удобнее прийти и переписаться. Дети у нас, конечно, через госуслуги переписываются. А нам вот так. В помещениях соблюдаются все необходимые правила санитарной безопасности. Участок работает по будням с 18.00 до 20.00 и по выходным с 10 утра до 16 вечера. К сожалению, то ли, может быть, люди не особо знакомы с тем, что у нас здесь находится этот пункт, либо, может быть, сами сейчас уже пользуются через госуслуги. Но народу приходит не очень много. Люди в основном пожилого возраста, которые самим недоступны госуслуги. И они, естественно, пользуются услугами нас. На переписном пункте обязательно находятся контролер и переписчик. У каждого переписчика есть планшет. У каждого переписчика есть обмундирование, то есть форма специальная. Есть бейджик обязательно с фамилией, с именем, с номером участка. И есть своя территория, то есть 2-3 дома многоквартирных, в зависимости от количества квартир, которые они должны за период этой переписной кампании обойти. В Ленинском городском округе расположено более 60 стационарных пунктов. Напомним, что всероссийская перепись продлится до 14 ноября. И у каждого жителя муниципалитета есть возможность принять в ней участие. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. После масштабных исследований Министерство здравоохранения России одобрило одновременное применение вакцин от коронавируса и гриппа. Получить прививки можно в том числе и в подразделениях Видновской районной клинической больницы. Насколько безопасно одномоментное получение двух вакцин, узнал наш корреспондент Максим Козлов. На фоне пандемии коронавирусной инфекции многие позабыли еще об одной проблеме, которая носит сезонный характер – речь о гриппе. В настоящий момент идет активная прививочная кампания от обеих напастей. Заведующий взрослый Видновской поликлиники Тимур Осанов подтверждает, процедура безопасна. Вели исследования у определенной группы людей и посмотрели, как будет реагировать организм, если одномоментно будут вводиться две вакцины – от COVID-19 и от гриппа. После полученных результатов выяснилось, что не снижается действие вакцины от COVID-19 и от гриппа. Естественно, что процедура одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа требует соблюдения ряда условий. Единственный момент, который необходимо выполнять – это инъекция в две разные руки. Далее все проходит точно так же, как от вакцинации от гриппа, от вакцинации от COVID-19. Рекомендуем пациентам после вакцинации принимать антигистаминные препараты и по необходимости жаропонижающие. Противопоказания для обеих прививок практически одинаковые. Необходимо отсутствие простудных и хронических заболеваний в стадии обострения. По словам медика, если человек совершенно здоров, побочные эффекты будут минимальны. Любая вакцина, какая бы она ни была, это чужеродный белок. Организмы все разные, индивидуальные, и отреагировать на введение чужеродного белка могут по-разному. Зачастую симптомов никаких нет. Но нельзя исключать, что может подняться температура, возникнуть незначительные болезненные ощущения в месте инъекции, озноб и очень редкая головная боль. Тимур Асанов отметил, что подразделения ВРКБ обладают достаточным запасом препаратов, чтобы прививку получили все желающие. Все пункты вакцинации в нашем Ленинском районе продолжают работать, в том числе будут работать и в выходные, праздничные дни, без изменений. Мы работу не прекращаем. Виннерская районная клиническая больница имеет в необходимом количестве вакцинацию, вакцину от новой коронавирусной инфекции. Это гам-ковид-вак, спутник-ви, спутник-лайт. И также имеются вакцины от гриппа. Суви-грип, ультрекс и флюем. Записаться на процедуру можно, позвонив на горячие линии губернатора или ВРКБ, на порталах Госуслуг и Мосрек и через информаты, расположенные во всех подразделениях ВРКБ. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Приторгово-промышленной палате Ленинского округа открылось кадровое агентство. Его главная задача – содействие предпринимателям в поиске сотрудников, а жителям в поиске достойной работы на территории муниципалитета. Презентация прошла в усадьбе Тимохова-Саласкина. На презентацию кадрового агентства при торгово-промышленной палате Ленинского городского округа пригласили местных предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса. Данная потребность возникла с земли. От предпринимателей, от жителей Ленинского городского округа, которые к нам обращались, просьбы трудоустройства либо подбора персонала. Поэтому мы долго к этому шли и на сегодняшний момент созрели к тому, чтобы открыть на базе торгово-промышленной палаты кадровое агентство, которое будет заниматься трудоустройством жителей Ленинского городского округа. Руководители кадрового агентства подготовили презентацию, с помощью которой познакомили всех присутствующих с новой структурой. Появление агентства, считают они, очень своевременно и необходимо Ленинскому округу. Я провела небольшую, скажем так, статистику на базе одного поискового ресурса, и конкретно по Ленинскому городскому округу. Обратите внимание, у нас открыты вакансии по округу 1197. Резюме всего по округу 4295 человек. Теоретически у нас с вами 3,5 кандидата на одно рабочее место. На эти цифры, несомненно, повлияла и пандемия. Многие потеряли работу, но есть и такие, кто сменил сферу деятельности. После выступления руководители нового кадрового агентства ответили на вопросы предпринимателей. Мы изначально создавали свой центр как центр нового формата. Мы занимаемся не только подбором кадров, мы не только помогаем соискателям найти свою работу в нашем городском округе. Мы предлагаем кадровый аудит. Это аудит документа оборота. Мы говорим о том, что очень важно, сейчас необыкновенно важно, чтобы документы в каждой компании, в малом, среднем, большом бизнесе были в порядке. От этого, ну вообще от системы зависит очень многое. И мы предлагаем обучение. На мероприятии присутствовал директор Ленинского центра занятости населения Александр Терентьев. Он отметил, что и государственный центр, и вновь созданный при ТПП должны работать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Итогом встречи стало подписание договора между филиалом Торгово-промышленной палаты Ленинского округа и Ленинским центром занятости населения. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Семейная команда танцоров из Видного стала чемпионами престижного марафона, который проходил в Москве. Наставник и тренер супружеской пары – их же сын. Все они – представители спортивного клуба «Звездный вальс». О победе и танцах как в стиле жизни расскажет Юлия Пагасьян. Путь Дениса Селионова в танцах был тернистый, начался в Благовещенске, когда танцору исполнилось всего пять лет. Показывал хорошие результаты, завоевывал призы и очень скоро мама Дениса, которая всячески поддерживала сына, поняла – на малой родине развития не будет. Собрала вещи и перевезла ребенка в Москву. Перелет с Дальнего Востока в Москву дорогие. И мы через знакомых, через военную базу долетели до Москвы, добирались на военном самолете. Жить негде. И мы у знакомых, которые тоже переехали из-за танцев из Благовещенска за две недели до нас, мы жили какое-то время у них. Но понимали просто, что для того, чтобы развиваться и улучшать свой танец, в первую очередь, нужно переезжать в Москву, потому что тут и педагоги мировые известные, и турниров больше, и спортсмены именития. И выбор был сделан правильный. С годами статуса ученика Денис перешел на тренерскую работу. А несколько лет назад, по рекомендации коллег, попал «Видное» в танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс». Мы искали дополнительно педагогу по европейской программе, так как мы расширяемся, всегда у нас клуб растет. Денис Александрович очень показывал хорошие успехи в работе. И как бы со временем, в первый период, когда я узнал, что у Дениса Александровича еще мама танцующая, и причем не просто танцующая, есть такая история, когда танцует проам. Это когда любительская история, когда обычные дамы хотят танцевать, и они танцуют с профессиональными танцорами. Собственная история с мамой и вызвала ажиотаж вокруг нашего героя. В 2017-м Ирина, которая все эти годы наблюдала за успехами сына, решила сама попробовать силы в танцевальном искусстве. Нашла партнера и начала усердные тренировки. А наставником стал сын Денис. Мы нормально общаемся, понимаем, чего хотим. И, в принципе, наверное, удобно. Хотя многие говорят, что, наверное, не смогли бы у своего ребенка там тренироваться. Танцы – это, в общем-то, образ жизни для нашей семьи. То есть другого мы, в принципе, наверное, уже и не знаем, и не знаем, как без них. Танцы Ирине принесли долгожданную любовь. Спустя полгода тренировок с партнером между людьми зародилось светлое чувство. Они поженились. В этом году пара под чутким руководством Дениса прошла большой путь, участвуя в различных танцевальных соревнованиях. Самые яркие достижения – полуфинал чемпионата России и первое место на престижном танцевальном марафоне «Russian Open Dance Sport Championship». Конечно, организация на сайте – все очень красиво, все прекрасно. А так сам каждый турнир – это, конечно, тоже значимый. То есть я для себя не делю какие-то крупные турниры, не крупные, важные, не важные. Для нас пока задача – просто выходить на турнир и танцевать. Впереди у семейной команды усердные тренировки и высокая цель – достичь самых больших результатов в мире танцев. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Регасадовская. «Виднет». Часто по накалу страстей шахматные соревнования не уступают зрелищным игровым видам спорта. Убедиться в этом можно было на турнире шахматной лиги Подмосковья. Слово Дмитрию Книге. Во дворце спорта «Видное» состоялся очередной этап клубной шахматной лиги Московской области. В наш округ съехались мальчики и девочки из нескольких городов Подмосковья, чтобы выявить сильнейших в интеллектуальной игре. Этот турнир был задуман организаторами из Можайска, Истры, Красногорска, Дедовска, как турнир для детей именно командных шахматных клубов, которые образуются в Московской области. Для того, чтобы шахматное движение как можно больше развивалось. Перед началом турнира прошло официальное открытие, на котором организаторы поприветствовали участников и пожелали им хорошей игры. Участливы при этом воздействии ребят со всех уголков в Московской области. И я считаю, что это нормальное, достойное такое мероприятие, которое мы проведем на хорошем уровне. Формат турнира предполагал командные состязания и сражения за победу в личном зачете. Призы получают обязательно кубки. Ценные призы, которые предусмотрены организатором турнира, грамоты. И, соответственно, там, где положены медали, тоже получают медали. Ленинский городской округ на соревнованиях представляли две команды «Стратегия» и «Импульс». Уже много лет шахматным клубом «Импульс» руководит Александр Болховитин, чьи воспитанники занимают призовые места на турнирах разного уровня. Сегодня мы этой командой выставили весь свой сильнейший состав и проверим, что наша команда сегодня стоит. Один из ярких представителей «Импульса» Юра Архипов. В свои 13 лет уже успел принять участие в чемпионате мира в Минске и имеет второй взрослый разряд. Любит шахматы за возможность развивать логику и стратегическое мышление. Думать, считать, наперед. Много всего интересного, много вариантов. Потому что в шахматах получается бесконечное количество вариантов. Все это знать, все это считать – это очень интересно. По итогам семи туров победу в соревнованиях одержала команда «Луч» из Сергеева Посада. Наши ребята из «Импульса» заняли второе место. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!